Хорошо, друзья, поздравляю еще раз вас, и у меня будет к вам небольшое пожелание, небольшое такое понятие растяжимое, постараюсь его сделать небольшим. Но также я хочу, чтобы это было слово, друзья, не только к тем, кто принял крещение, но ко всем остальным также. Писание нам говорит, что крещение — это далеко не последний шаг. Очень часто люди, которые принимают крещение, они видят это просто как окончание классов, уже пастор не будет подходить, не будет задавать лишних вопросов, и, наверное, можно уже расслабиться, вот чего-то мы уже достигли. Так вот, я хочу, чтобы вы видели этот день, друзья, не как концом чего-то или окончанием чего-то, а как началом, началом прекрасного, чудного, начала жизни как члена Церкви Иисуса Христа. Давайте с вами вместе откроем первое послание Петра, вторую главу. Первое послание Петра, вторая глава. Моя проповедь будет называться «Условия духовного роста». Условия духовного роста. Мы об этом очень часто говорим в нашей Церкви, подчеркиваем, что спасение — это намного больше, чем просто спасение от ада. Вот в одном из свидетельств кто-то подчеркивал, что однажды он просто думал или видел спасение как просто билет из ада в рай. Так вот, Библия говорит, что в момент спасения мы получаем намного больше, чем билет. Бог делает что-то в это время удивительное с человеком. Он возрождает его сердце. Петр уже об этом говорил в третьем стихе первой главы. Если вы перелеснете несколько страниц, он говорил, что он по великой своей милости возродил нас из мертвых. В первой главе, в 23 стихе он говорит, как возрожденные люди от Слова Божьего. Во второй главе он также пишет, что мы новорожденные младенцы. Во втором послании Коринфянам, в пятой главе сказано, что тот, кто в Иисусе Христе, он не просто получил билет в рай, он стал новым творением. Тот, кто в Иисусе Христе, он новое творение, древнее уже все прошло. Так вот, все эти тексты, друзья, говорят нам об одном и том же. В вашем сердце произошло огромное чудо. И объясняя, что происходит с человеком во время спасения, Бог использует аналогию рождения ребенка. Если у вас есть дети, если вы являетесь родителями, вы сможете эту аналогию намного лучше сегодня понять. Все мы ожидаем от ребенка, что он, когда рождается в этот мир, он не останется таким маленьким, каким он родился. И чем больше человек живет на этой земле, тем больше мы ожидаем, что он будет развиваться и расти. Если вы родитель, вы помните это время очень тревожное, когда у вас родился только ребенок, и каждую, может быть, неделю вы носили его к доктору. Потом уже каждые несколько неделей, потом уже каждые несколько месяцев. Но есть regular check-ups, которые вам нужно делать. И этот доктор, у него есть ясное понимание. Окей, вот на второй неделе у этого ребенка уже должно быть вот это. После шести месяцев у него должно быть уже вот это. После годика у него уже должно быть вот это. И мы, когда приводим его к доктору, и он смотрит на этого ребенка и говорит, слушай, ребенку уже два годика, а он еще ни одного слова сказать не может. И мы начинаем переживать. В четыре месяца ребенок уже должен сам сидеть. В шесть месяцев он должен уже как-то ползать. И вот когда этого нету, родители сразу бьют тревогу. Но с другой стороны, друзья, представьте себе ситуацию, когда ребенку уже, как я говорил, два годика, а у него еще мышцы на ногах не способны его держать. Ему уже шесть лет, он не может еще говорить. И это всегда трагедия для родителей. Так вот, когда мы говорим о духовном нашем творении, мы всегда вот по какой-то причине переживаем и понимаем, что этот процесс должен происходить в физическом мире. И если этого развития нет, мы понимаем, ребенок родился с какими-то отклонениями. Он родился калекой. И это всегда слезы, это всегда переживания. Так вот, то же самое, друзья, должно происходить в духовной жизни. Вы родились не сегодня. Дай Бог, чтобы вы не сегодня родились. Вы уже родились несколько месяцев тому назад. И одно из requirements, да, одно из требований, чтобы принять крещение, вы должны уже были быть врожденными свыше людьми. И вы продемонстрировали, насколько нам это было видно, вот признаки этой жизни. Но моя молитва, друзья, о том, чтобы вы помнили, что ребенок рождается не чтобы родиться, а ребенок рождается, чтобы жить. Ребенок не рождается, чтобы родиться просто. Ребенок рождается, чтобы жить и развиваться. И вот представьте себе, как бы сегодня христианский мир изменился, если бы ровно вот столько бы заботы и переживаний люди бы отдавали своему духовному росту, сколько они бьют тревогу по какому-то физическому развитию. Давайте прочитаем наш текст сегодня. Это с 1 по 3 стих 2 главы 1 послания Петра. Петр говорит, «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мы находим здесь три условия для вот этого развития. Заметьте, здесь ключевое слово, он говорит, чтобы вам возрасти во спасении, здесь более точно надо даже сказать в отношении к спасению, или у вас уже спасение есть, но вот эта семечка спасения, она должна расти. Окей, это то, о чем вот здесь говорит апостол Петр. Итак, три условия для духовного роста. Самое первое, кажется, само собой разумеющееся, но очень важно – рождение свыше. Рождение свыше. Петр говорит в 1 стихе, посмотрите, «Как новорожденные младенцы». Вот весь этот отрывок, он построен на предположении, что люди, которые будут читать эти слова, они рожденные свыше. Он говорит, они вкусили их, что Господь благ. Немного раньше, в 23 стихе 1 главы, он уже писал, что вы были возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. И вот некоторые из нас, возможно, думают, ну а зачем вообще об этом говорить? Ну, ясное дело, если человек не родился, он не может расти. Но, друзья, посмотрите вокруг вас. Если вы сами себя знаете, может быть, какой-то отрезок времени в вашей жизни вы пытались расти, не понимая, что там не было рождения свыше. Так много сегодня людей, которые приходят в церковь, и пасторы часто проповедуют, что вам нужно быть хорошими, нам нужно вот так поступать, нам нужно быть в служении, нам нужно вот любить Господа, нам нужно читать Его Слово. И люди напрягают мышцы, вроде стараются, но результата нет. Походили год, два, три, пять, десять, я встречался с такими людьми, они говорят, не работает ваше христианство. Почему? Ну я ходил, я старался, вот что надо было сделать, я все делал. Я самым был громким хористом. Я там и в собрании участвовал, и в служении участвовал, я жил в церкви, я был таким горячим христианином, проповедовал, даже рукоположили меня однажды в пастыря. И вот после 15 лет отсутствия внутренней духовной жизни, человек все-таки понял, говорит, не работает. Почему? Потому что, друзья, в физическом мире мы понимаем, что расти может только тот, кто родился. Но вот очень часто люди, вырастая в церкви, даже не могут такой вопрос допустить, а может я не рожден свыше? Это кажется странно, кажется очень даже страшно. Неужели, вот брат здесь говорил в свидетельство, что вот когда мы с ним побеседовали, он как бы даже разочаровался, что оказывается я хочу принять крещение, а я еще на пути к погибели. Так вот, друзья, это очень хорошие вопросы, которые нам нужно задавать. Родился ли я свыше? Родился ли я свыше? Очень часто люди, когда вы спрашиваете у них, спасен ли ты, они сразу ссылаются на какой-то опыт, который они имели в детстве. Ну я вышел, покаялся, было время, когда я поплакал перед кафедрой, было время, я там был в служении. Окей, но все это не определяет рождение свыше. Рождение свыше – это тогда, когда Дух Святой, друзья, делает нас новым творением, у нас становятся новые желания, новые тенденции, новые амбиции. И вот только те люди, которые откровенно могут посмотреть в себе, в душу, могут спросить, а как моя жизнь духовная выглядит изо дня в день? Ведь подумайте, друзья, если вы родились свыше, у вас должны проходить духовные процессы. Если мы возьмем мертвого человека, чем отличается мертвый человек от живого? Тем, что у мертвого ничего там внутри не происходит. Его тело мертвое. Там ничего не движется внутри его. Он не растет, клетки не размножаются. Так вот, то же самое, друзья, в духовной жизни. Как узнать, если я по-настоящему рожден свыше? Ну, как минимум спросите, что Бог делает в вашей жизни. Как вы живете вместе с Ним с понедельника по субботу? Как жизнь ваша духовная выглядит? Некоторые люди говорят, даже не знают, что ответить, когда у них спрашивают, что Бог делает в твоей жизни? What is God doing in your life? Они говорят, я таким вопросом никогда не задавался раньше. Окей, maybe you should. Может быть, тебе нужно этот серьезный вопрос спросить. Потому что если Дух Святой в тебе живет, ты будешь обязательно чувствовать Его жизнь в тебе. И ты будешь видеть, как Он в тебе работает. Посмотрите, в третьем стихе Петр говорит, ибо вы вкусили, чтоб благ Господь. Окей? Вы вкусили, чтоб благ Господь. Вот все сегодня люди на этой земле, они испытывают благость Божью. Даже неверующие, да? Написано, что Бог посылает дождь и солнце на праведных и неправедных. Но здесь не об этом идет речь. В этом стихе Петр говорит о Божьей спасательной благодати. Он говорит, вы вкусили, вы попробовали личные, живые отношения с Господом. Посмотрите, Псалом 33, 9 стих. Я верю, что здесь апостол Петр вот именно об этом стихе вспоминает. Он говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Очень интересный призыв. Он говорит, пожалуйста, приходите, попробуйте, вкусите. Это состояние, когда человек реально соприкасается с Богом, когда он полагается на Него. Он говорит, сделайте этот первый шаг. Вот, возможно, друзья, кто-то здесь сегодня есть, кто еще не знает Господа. И вы слышали много раз, что вам нужно покаяться, но вы боитесь, вы переживаете, а как будет это, а как будет это. Я помню, в своей жизни Господь меня призвал в 2008 году. Уже прошло с тех пор 15 лет. И я помню, как до момента моего возрождения у меня много было позыва, много было понимания, что нужно. Но я боялся. Я говорил, Господи, но это же нужно сейчас вот это оставить, а я это люблю. Нужно от себя отказаться, а я себя люблю. Нужно посвятить себя вот этому делу, а я вот люблю слишком то, что я сейчас делаю. Всякие разные переживания. И вот почему Давид говорит, посмотрите, он говорит, вкусите и блажень человек, который уповает на него. Вот этот первый шаг, когда мы приходим к Богу, и когда мы доверяем Ему и просто вкушаем Его благодать, принимаем Его, в этом нужно доверие Богу. Если вы будете уповать на себя, вы это никогда не сделаете. Так вот, друзья, в этом призов Бога сегодня каждому человеку. Посмотрите, 6 стих 33-го псалма. Кто обращал взор свой к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Вы знаете, что однажды наступит день, когда миллионы людей встретятся с Богом, и они постыдятся. Они разочаруются. Вот если вы когда-то переживали разочарование, мы не знаем, что такое разочарование. Разочарование — это тогда, когда человек всю жизнь вкладывал в что-то, и потом придет к Богу, предстанет пред Ним и увидит, что, оказывается, я всю свою жизнь вкладывал в мусор, в пепел. То, что просто испарится. Вот оно. That's the definition of disappointment. И вот он говорит, только верующие на Бога, те, кто обращался к Нему, те, кто просвещался, вот они не постыдятся. Вы, друзья, сегодня счастливы, потому что, если вы знаете Господа, а вы Его знаете, вы об этом сказали, и мы верим, что вы знаете, вы в итоге своей жизни не постыдитесь. You will not be disappointed, and you will not be ashamed. Итак, первое условие, которое кажется таким само собой разумеющимся, но вам нужно быть рожденным свыше, чтобы расти духовно. Второе. Второе — это отказ от греха. Отказ от греха. Заметьте, прежде чем Петр говорит этим людям взяться за самый главный инструмент духовного роста, за Слово Божье, о котором мы поговорим, он пишет, чтобы они что-то отложили. Это еще один очень интересный фактор. Посмотрите, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возлюбите. Слово «отложив» в других местах говорит о снятии одежды, чтобы мы сняли с себя какую-то грязную одежду. Однажды мы с нашей церковью давно уже проходили послание Колоссянам, изучали. И вот послание Колоссянам в третьей главе с восьмого стиха Павел говорит, «А вы теперь отложите все, снимите, как грязную одежду, с себя, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека, то есть сняв с себя ветхого человека с делами его и облегшись или одевшись на себя нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Павел сравнивает образ жизни с одеждой. И мы прекрасно знаем этот образ. Очень хорошая иллюстрация. Все из нас здесь, слава Богу, в одежде. И мы прекрасно знаем, что такое одежда. И мы знаем, что если мы весь день проработали или в гараже, или на улице, или на стройке, нам нужно прийти, и прежде чем мы оденемся на собрание во вторник вечером, если вы ходите по вторник вечером, вы знаете, что вам нельзя просто одеть новую одежду, красивую, чистую, поверх старой. Даже если вы это сделаете, люди в собрании обязательно об этом будут знать. Они учуют это. У вас будет неприятный запах, это будет всегда очень ясно, понятно. И, кстати, вы не только, от вас будет запах, а вы будете пачкать новую одежду, той старой. Так вот, что-то подобное можно наблюдать сегодня в церкви, друзья. Люди очень часто стремятся познавать Божье Слово. И за это, слава Богу, они слишком быстро, вот покаялся, сразу давай его в хор, давай его в служение, они сразу ищут какого-то служения. И это тоже неплохо. Они спешат помогать другим людям, проявлять к ним любовь, и это тоже замечательно. Но при этом очень часто человек продолжает жить во всех этих вещах. И я уверен, вы все об этом знаете, и вы встречали таких людей, которые в церкви, за кафедрой, красивые, вроде бы и дела милосердия делают, и здесь для Господа вот все, для Царства Небесного. А лично пообщаясь с человеком, от него воняет. Извините. Воняет вот этими вещами. У него остается вот эта старая одежда, которую он не снял. Он продолжает в ней жить. Злоба, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. Так вот, друзья, если вы будете держаться за вот эти вещи, у вас не получится расти духовно. Какую бы вы активность не продвигали в своей жизни, церковную активность, правильную, хорошую. Сколько бы вы Божьего Слова не читали, это будет, знаете, подобно, как заниматься спортом и при этом не бросить курить. Или человек, который хочет похудеть на 50 паунтов, а продолжает есть всякий гарбич. Фест фуд, Макдоналдс и так далее. Вы будете подобны земледельцу, который пытается прорасти семя в земле, где куча тернии и всяких разных жуков и червяков. Вот почему Петр говорит, отложите сознательно, откажитесь от всего этого. Заметьте, все эти качества, друзья, говорят не о явном проявлении какого-то зла, он не говорит об убийстве, отложите убийство, отложите воровство, отложите там какие-то страшные вещи. Все из этих вещей находятся глубоко в сердце человека. И что интересно, очень часто только вы будете знать, если у вас в сердце злоба, если там у вас лицемерие, если у вас там сквернословие внутри, очень часто можно злословить людей на уровне сердца. Вот почему это так обманчиво, друзья, потому что мы можем очень часто впечатлить других людей какими-то видимыми вещами, но вот то, о чем Петр здесь говорит, он говорит, об этом только вы будете очень часто знать, вы и Бог. Поэтому я очень быстро хочу пройтись по этим качествам. Посмотрите, самое первое, он говорит злоба. Отложите злобу. Злоба – это очень неприятное слово. Если можно, пожалуйста, показать следующий слайд. Дальше, еще дальше. Злоба. Даже по-гречески оно звучит неприятно. Какие? Какос. У нас даже русское слово есть, которое произошло от этого корня. Так вот, какос – злоба. Друзья, это обширное слово, означающее самые разные формы зла. Это внутреннее желание причинить кому-то вред. И вот посмотрите, Петр говорит всякую злобу. Существует много разных разновидностей злобы, нам всех их не перечесть. Но все мы знаем чувства, когда кто-то нам сделал какое-то зло, когда нам кто-то испортил жизнь, какие-то планы испортил, кто-то нам причинил боль или нашим родным, близким. И вы знаете, самая естественная реакция на это – это ответить злобой. Это зарождение в сердце злобы, ответной злобы. И вот почему Петр говорит всякую злобу. Вы знаете, есть активная злоба, а есть пассивная злоба. Ну, активная злоба – это когда человек раздражается, когда он кричит, когда он высказывает тебе все, что он о тебе думает. Но вот есть очень такой вид даже более опасной злобы – это пассивная злоба, которая называется обида. Обида, которую человек может носить в сердце своем всю свою жизнь. И делать вид, что он ни на кого не озлобленный, но у него есть вот этот осадок, и дьявол часто убеждает вот этого злого внутри человека, что тот другой человек достоин его обиты. Он его убедил, что со мной так нельзя поступать. И есть на это все основания, есть на это все аргументы, но вот проблема, друзья, что если вы будете носить эту обиду у себя в сердце, она будет съедать вас. Она будет просто пожирать ваш внутренний мир, и вы никому другому, иногда вы думаете, что если вы будете насесить обиду, вы накажете вашего обидчика чем-то. Нет. Вы только себе хуже будете делать. Это будет, во-первых, блокировать ваш духовный рост, во-вторых, вы будете жить в неповиновении Божьему Слову, это будет съедать вас изнутри. Второе, что он говорит, коварство. Отложите всякого рода коварство. Коварство – это лукавое сердце. Это лукавое сердце, это способность человека добиваться своих целей лукавыми, скрытыми и нечестными методами. Римлянам 3 глава, 4 стих. Посмотрите, какой диагноз Бог делает сердцу человека, он говорит, что Бог верен, а всякий человек лжив, лукаво. Лукаво написано сердце человеческое. И вот эта лживость, она будет проникать в самые разные сферы вашей жизни, практической жизни. Христиане могут сегодня проявлять лукавство в вопросах финансов, в вопросах отношений с людьми. Тогда, когда вы скользкими путями хотите всем угодить и быть другом каждого человека и льстить каждому. Сегодня христиане могут проявлять лукавство даже в служении, продумывая всякие разные махинации, как они могут достигать своих целей в служении. И у вас будет это обязательное искушение. Помните об этом. Многие сегодня путают лукавство с мудростью. И они говорят, вот я там мудро поступил, и мы очень часто говорим, ну вот слушай, вот человек умеет, да, и там, и там, и с тем, и с тем, и вот такими путями. Вот политики мы обычно говорим так, они действуют, вот мы думаем умеет человек. Так вот, иногда мы говорим, вот это мудрость может быть, но Писание называет это лукавством, друзья. Есть такая фраза, которую я запомнил, кто-то сказал ее, если тебе удалось лукавством обмануть другого человека, это не значит, что тебе есть чем хвалиться. Это просто значит, что этот человек доверял тебе больше, чем ты этого заслуживаешь. Друзья, коварство и лживость сегодня являются огромнейшей проблемой даже среди верующих людей, и это огромный булыжник, который не будет вам давать простираться вперед, расти в ваших взаимоотношениях с Богом. Третье, лицемерие. Он говорит, отложите лицемерие. Все мы знаем, что такое лицемерие, это тогда, когда ты пытаешься выдать себя за того, кем ты не являешься. Помните, фарисеи, самые известные лицемеры, Бог говорит, что вы внутри полны костей, а снаружи гробы окрашены. Да? Помните об этом. Так вот, самая большая, друзья, опасность лицемерия даже не в том, что вы будете других обманывать. Самая большая опасность лицемерия в том, что со временем человек сам себя убедит в том, что у него все нормально. Он начнет не других обманывать, а он настолько к этому привыкнет, что он сам себя будет обманывать и убеждать, что я действительно тот, за кого я себя выдаю. Посмотрите, 1 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Там сказано, что «Дух же ясно говорит, в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем, мучением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей». Как вот эти лжесловестники стали сожжены в совести? Как они могут, здесь же речь не идет, о каких-то волках, которые в мире там сатане поклоняются. Это при церкви люди, которые проповедуют ложь и уже при этом не краснеют. Мы говорим, ну как можно, ну совесть же должна как-то работать в человеке. Очень просто. Сделайте это достаточно много и часто, и долго, и вы не только будете пытаться других убедить, а сами в этом убедитесь. И сами поверите в том, что вы такой хороший и правильный, за который вы себя выдаете, тогда, когда внутри там беспорядок. Матфея 15 глава, 8 стих. «Приближаются ко мне люди устами своими, чтут меня языком, но сердце далеко от меня». Пускай Господь вас, друзья, благословит от этого состояния, чтобы у вас никогда про вас нельзя было такое сказать. зависть. Следующее. О зависти я много говорить не буду. О зависти мы услышали в прошлое воскресенье, о зависти мы слышали, когда разбирали 1 Коринфянам 13 главу. Знаем мы, что такое зависть, желание иметь то, что у другого человека, когда мы хотим превознестись над кем-то. Одна из разновидностей зависти – это конкуренция. конкуренция тогда, когда я всех вокруг вижу как моих соперников, конкурентам, когда я живу в защитном режиме. Так вот, такая жизнь превращается в постоянную борьбу. Борьба за власть, борьба за влияние, борьба за успех, борьба за принятие со стороны людей, что угодно. И вот в Библии мы уже с вами видели много примеров, что эта зависть просто погубила так много людей. Отложите ее. Помните, что ваша идентичность она не в том, что о вас думают люди, какое впечатление вы можете на них произвести. Ваша идентичность в том, что о вас думает Бог, правда? А Бог уже что? Он уже принял вас. И сильнее вы его не удивите ничем. Людей еще вы можете пытаться, но и люди тоже не примут этого. Кто-то поймет, кто-то не поймет. Стив Лассен однажды в семинаре я вот запомнил такую фразу, он говорил постоянно, что если ты угождаешься Богу, неважно, кому ты не угождаешь. А если ты не угождаешь Богу, тогда неважно, кому ты угождаешь. If you please God, it doesn't matter who you displease. If you displease God, it doesn't matter who you please. Помните об этом, друзья. И злословие. Злословие отложите. Есть всякое злословие, есть на уровне сердца, есть открытая злоба. Нам нужно двигаться дальше. Давайте, друзья, посмотрим на третье, последнее условие для духовного роста. Он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Здесь в контексте понятно, о чем идет речь. Речь идет о Божьем Слове. Вы через Божье Слово возродились, и теперь вы благодаря этому же Божьему Слову будете возрастать. Дух Святой использует Писание, чтобы достигать изменений в сердце человека. И вот он теперь говорит, что с нашей стороны есть тоже ответственность. Какая ответственность с нашей стороны, чтобы возлюбить, чтобы увидеть, убедить себя в том, что это слово создает огромную ценность. Когда мы говорим о младенцах, маленьких детях, нам не нужно никогда маленьких детей убеждать в том, что им нужно молоко. Наоборот, тогда, когда он не получает свое молоко, вы об этом будете знать. Он будет кричать, он будет капризничать, он будет вам давать знать это всякими разными методами. Кстати, подобно маленьким младенцам в вашей жизни, в нашей жизни, в моей, мы также иногда можем чувствовать разное, знаете, недовольство, капризы, нервы, срывы. Когда это получается, мы очень часто думаем, ну, у меня просто день сегодня такой плохой. Я еще не успел выпить кофе. Вот просто не с той ноги встал. Просто жизнь такая сложная. А возможно, друзья, эти капризы и проявляются. Наш внутренний человек не чувствует мира и покоя в сердце, потому что мы голодом морем этого человека. Некоторые говорят, что вот если я утром почитаю Писание мой, весь день нормально проходит, и люди думают, это какая-то мистика, знаете, вот почитал, просто галочку поставил, и день хорошо прошел. Друзья, это не мистика. Это не мистика. Это действительно так. Начнете день с питания своей души, с общения с Богом, у вас день по-другому будет проходить, но не потому, что мистика, а потому, что вы накормили своего внутреннего человека. Внутренний человек нуждается в пище. Его нельзя голодом морить, а когда он будет голодный, он будет о себе давать знать через плоть. Так вот, любовь к Божьему Слову, друзья, всегда характеризовала верующих людей. Это один из самых первых признаков рождения свыше. Мы с вами об этом говорили, самый первый вопрос, который я задавал, и мы с братьями задавали вам, это ваше отношение к Писанию. Изменилось ли оно? Если изменилось, тогда можем дальше говорить. Но если не изменилось, если вам по-прежнему эта книга неинтересна, вы не читаете ее, она вас не привлекает, значит, что-то здесь не так. Возрождение, скорее всего, не произошло. Греческое слово здесь «возлюбите» очень интересное слово, посмотрите, оно означает «жаждость», «пипатео», «жаждать», «страстно желать», «достигать с любовью», «сильно нуждаться в чем-то». Это не просто, знаете, сижу, сижу, и вот бац, я возлюбил. Какое-то чувство. Некоторые говорят, ну вот я не чувствую ничего, да? Так вот, здесь более точно американцы перевели даже «long for the pure milk of the word», стремитесь к этому. Смотрите, 118-й Псалом, «открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедью твоих жажду». Вы уже переживали это чувство, я знаю, но очень часто это чувство куда-то уходит, тогда, когда мы не напоминаем себе, насколько нам нужно Божье слово. Друзья, стремитесь, стремитесь к тому, чтобы глубже понимать ценность Божьего слова. Некоторые говорят, люди, что ну я Божье слово-то люблю, но вот время нету читать. Никогда так не говорите. Этим вы очень сильно унижаете Божье слово и просто показываете, что у вас на самое главное нет времени. Просто скажите откровенно, что не читаю, потому что лень, потому что не возлюбил и так далее. Если вы не читаете, это не потому, что время нету, а потому, что вы лично в этом виновны. Некоторые говорят, что я настолько занят, у меня столько стресса, что я не имею просто возможности почитать Библию. Посмотрите на 118-й Псалом еще буквально пару текстов. «Князья сидят» 23 стих. «Князья сидят и сговариваются против меня». Ну, сложная жизнь. Представьте себе, цари, князья, президенты совет делают и сговариваются против тебя. Но есть же место оправданное для стресса, для переживаний. А он говорит, «А раб твой размышляет об уставах твоих, откровения твои, утешение мое и советники мои». 118-й Псалом 92 стих. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». В бедствии жизнь очень сложна. Тысячи причин, чтобы не читать Писание, потому что в бедствии. А он говорит, «А куда мне еще идти? Мне нужно Божье слово в бедствии. Мне нужно только там искать утешение. «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ты, ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня». Опять же, стресса сколько, чтобы погубить, а я углубляюсь, сижу с Библией в руках, углубляюсь в откровения свои. Вот человек, который реально уверовал в ценность Божьего слова. По-моему, Мартин Лютер однажды сказал, что мне столько сегодня нужно сделать всего, что я должен два часа провести в молитве. Друзья, помните об этом. Когда нам сложно, когда у нас стресс, это еще больше говорит о том, что мы еще больше нуждаемся в Божьем слове в это время, потому что мы нуждаемся в мудрости, в утешении, в Божьем руководстве. Это условия духовного роста, с которыми я хочу вас сегодня оставить, дорогие друзья. Пускай Бог вам поможет в этом. Чтобы вы помнили, что дети рождаются не чтобы родиться, дети рождаются, чтобы жить. То же самое, Бог нас не просто спасает, чтобы спасти, а Он спасает нас, чтобы мы жили для Его славы, чтобы мы росли, развивались. И для этого Он предусмотрел главный инструмент, это Божье Слово, но также, и уже здесь я об этом не говорил, у нас нет времени, поместная церковь, обязательно. Поместная церковь, это один из главных инструментов. Вы нуждаетесь в братьях и сёстрах, они нуждаются у вас, поэтому пускай Господь вас благословит. Спасибо. 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 Спасибо.